Это современные кроссоверы. Нет, правда, они же все одинаковые и отличаются в лучшем случае только цветом. Лично мне уже надоел этот бесконечный холодный омлет на дорогах города. Слава богу, есть исключение. Джип Ренегат. Картошка в мире яйцеголовых. Ведь каждый клубень уникален, а джип мало того, что не похож ни на кого, так еще и сам в зависимости от цвета выглядит совершенно по-разному. Дизайнеры здесь и впрямь оторвались по полной. Оригинальный автомобиль, нарисованный с любовью. Примерно так же бабушка кутает своего внука перед выходом на улицу. Ведь и Ренегат, дитя престарелых концернов Chrysler и Fiat. А знаете, сколько в этом джипе джипов? Я имею в виду стилизованные изображения морды самого первого джипа, Виллиса. Семь прорезей решетки радиатора и пара кругляшей фар. По одному такому в каждом из задних фонарей. Еще один Виллис припаркован на крышке багажника. Вообще у Ренегата по джипу в каждой из дверей. Сзади, спереди еще один джип на сиденье. Целых два в корпусе зеркала заднего вида. Один очень важный карабкается в углу лобового стекла. А морда, вылитый Виллис, только в бейсболке. Видите, как капот находит на фары. Но, по правде говоря, знаете, сколько в этом джипе джипов? Не больше, чем витамина С в картошке. Мне очень жаль, что любовь создателей к Ренегаду, похоже, ограничилась только внешностью. Я вообще не всегда понимаю, это скорее джип или Fiat. Вот дверная ручка, она скрипит и болтается под рукой. На двери есть небольшая мягкая вставочка, но в основном материалы вот такие. В салоне, кстати, тоже. Дефлекторы болтаются, потолок словно из торсырья. А вентилятор отопителя, он завывает, как канзасские вихры, которые унесли Элли в страну ОС. Скажете, я придираюсь, но этот Ренегад стоит 2 миллиона 200 тысяч рублей. С другой стороны, здесь очень удобные подстаканники. Увы, помимо уютных и приятных воспоминаний о джипах прошлого, в этом джипе настоящего нет ничего приятного. На передней панели написано с 1941 года, намекая о сроках производства джипов. И у меня вопрос к американцам. Ребята, вы что, 75 лет делали свои внедорожники на переднеприводных платформах Fiat? Ведь Ренегад, по сути, это Fiat 500L. Неказистый колобок, который в Россию не поставляется. Здесь турбомотор 1.4, тоже Fiat. Да, мощность высокая, 170 сил, но характер совершенно беззубый. И, к сожалению, навороченная 9-ступенчатая коробка передач ZF ничего не меняет. Она вообще работает очень странно. Может быть, в ней нет масла, потому что коробки ZF – это хорошие агрегаты, работают плавно, быстро. Но здесь рывки, удары, задумчивость. И, по факту, из 9 передач в обычной жизни пользуешься только 6-ю. Стартует Ренегад со второй. Довольно быстро добирается до седьмой, и в диапазоне всех разрешенных скоростей он и едет на седьмой. Управляемость проблемна настолько, что это заметят люди, которые не знают, что такое управляемость. У этого шасси морская болезнь. Ренегад шатает напрямой, на руле не усилия, а спазмы. Загадочные алгоритмы системы стабилизации и муфты подключения заднего привода на скользкой дороге превращают джип в холерика, который сначала едет в сносе, а потом довольно резко срывается в занос. И почему так жестко? Когда я только поехал на Ренегаде, показалось, что здесь вообще нет ни пружин, ни амортизаторов, демпфирования мелких неровностей практически нет. Лежачие полицейские? Ну, вам стоит запомнить их на своем пути, если вы собираетесь ездить на Ренегаде, и лучше объезжать их подальше. У Ренегаде просто отличный баланс подвески. Отличный, от моего понимания, хорошего баланса подвески. Он умудряется сочетать жесткость и тряску с удивительной кренистостью. Ну, такое ощущение, что амортизаторы излишне жесткие, а стабилизаторы поперечной устойчивости, наоборот, тонковаты. Не нашлось баланса. Вот вы еще даже не повернули, а Ренегад уже на боку, и вы вместе с ним выплываете из довольно широкого и не очень хорошо удерживающего вас сиденья. И чем больше я общаюсь с Ренегадом, тем яснее становится, что его все-таки трудно оценить как полноценный автомобиль. Сейчас это скорее приложение к айфону. Хипстерам должно понравиться. Единственное, что в беззвучный режим его не переведешь. Звук изоляции оставляет желать много лучшего. Может быть и неспроста на сайте Jeep.ru продают тесто-раскатки, лапшерезки и даже самогонные аппараты. Ведь на автомобиле эта продукция становится, похоже, все меньше. Перестав быть настоящим внедорожником, Ренегад не превратился в хороший кроссовер. Не пюре и не фри. Увы, в некоторых случаях лучше довольствоваться холодным омлетом.